Медицинская часть становится межрайонной, многопрофильной клинической больницей. Сейчас это объединение нужно продумать и в проектный офис обязательно должны войти руководители всех медицинских организаций. Качество обслуживания пациентов, привлечения врачей. Какие темы еще обсудили на коллегии управления здравоохранения? Белое золото. Кому в ажиотаже с продуктами приходится не сладко? По данным торговых предприятий, перебоев с товарами поставок не имеется. Почему бавлинцы сметают с полок сахар и стоит ли следовать их примеру? Что говорят специалисты? Изменили мечты, но не изменили футболу. Они не играют за Челси и Манчестер Юнайтед, а проводят свои суперлиги. Всегда задача остается, да, только пополнение команд, чтобы было побольше, играло. Где альмитиские Роналду и бугульминские Бэкхемы играют в футбол? Здравствуйте! Это новости Юго-Востока Татарстана. О самых важных и значимых событиях расскажут мои коллеги и я, Катерина Машенцева. Взять ковид под контроль, улучшить обслуживание пациентов в больницах, привлечь больше врачей и убедить население выбирать здоровый образ жизни. Такие цели звучали на итоговой коллегии Управления здравоохранения Альмитевска и района. Помимо целей на будущее, обсудили и результаты 2021 года. Более подробно расскажет Семен Егоров. Осенью наблюдалось рекордное количество заболевших. Число зарегистрированных случаев превысило уровень 2020 года в два раза. Как раз на осени пришлась активность нового дельташтамма COVID-19. Он быстро передавался от человека к человеку, что и сделало статистику 2021 года рекордной в сравнении с предыдущим. 13 383 человека были зарегистрированы как заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 были поэтапно перепрофилированы во временной инфекционной госпитале. Альмитевская центральная больница, 120 коечных мест. Альмитевские филиалы кожно-венерологического диспансера, 90 коечных мест. Онкологический диспансер, 40 коечных мест. Сейчас ковидные госпитали сворачиваются, чтобы оказать помощь людям по профилю медицинского учреждения. Госпиталь на базе кожно-венерологического диспансера оставят. Руководитель управления здравоохранения по Альмитевскому району поделился и планами на будущее. Первый пункт – это борьба с ковидом. Взятие под контроль COVID-19 и формирование коллективного иммунитета, повышение эффективности диспансеризации взрослого населения. В коллегии участвовал заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Он обратил внимание на то, что Альмитевская медсанчасть переходит на новый уровень и становится межрайонной многопрофильной клинической больницей. И она должна в себе объединить все медицинские силы города. Сейчас это объединение нужно продумать и в проектный офис обязательно должны войти руководители всех медицинских организаций. Слово взял и глава города Тимур Нагуманов. Он поблагодарил президента Татарстана, Минздрав за оказываемую поддержку. Только на реконструкцию ЦРБ и возведение нового приема диагностического отделения в этом году принято решение выделения 355 миллионов рублей. Также глава города сказал о важности того, чтобы в государственных медучреждениях уровень сервиса и отношения к пациентам был такой же, как и в платных поликлиниках. Семен Игоров, Новости Юго-Востока. По данным оперштаба, в Татарстане зарегистрировано 574 новых случаев заболевания COVID-19. Из них госпитализировано 58 человек. Детей до 18 лет – 145. На юго-востоке республики – 117 новых случаев заражения. 27 фактов заболевания в Альмитевском районе, 20 – в Лениногорском. По 14 – заболевших в Бугульминском, Заинском и Ютазинском районах. 13 случаев заболевания выявлено в Азнакаево, 6 – Бавлах, 5 – Муслюмова, 4 – в Сармановском районе. В Лениногорске произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание случилось на пятом этаже на улице Лермонтово. Горела кровать в спальной комнате на площади 3 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно вышли 15 человек. Надев спасаемую дыхательную маску, пожарные спасли и вывели на свежий воздух взрослого мужчину из квартиры. Пострадавших нет. Пожарные потушили возгорание через 10 минут после вызова. Причина происшествия устанавливается. Глава Альмитевского района Тимур Нагуманов прокомментировал ажиотаж в магазинах. В своем прямом эфире он рассказал, что руководитель оперштаба по малому и среднему предпринимательству Андрей Подовалов выезжал на склады некоторых продуктовых сетей. Товары на данном этапе в наличии имеются. Никаких ажиотажей на складах мы не видим. Есть определенный ажиотаж на полках магазинов. К сожалению, это происходит так, что к утру полки наполняются, открываются магазины. Тут же заходит утренняя толпа, забирает для каких-то целей сахар срочно. Видимо, по наитию, что раньше, когда были какие-то кризисные сложные ситуации, надо было скупать сахар. И полки начинают пустеть. Он добавил, что поставщики просто не успевают подвозить товар. Также в некоторых магазинах начинают ограничивать покупку, чтобы не допустить спекуляцию. Не надо поддаваться этим ажиотажу, этим гонкам и, соответственно, не разгонять вот эту панику, которая сегодня присутствует. С прилавков бавлинских магазинов практически исчез сахар. По словам сотрудников магазина, каждая новая завезенная партия раскупается жителям района буквально за считанные часы. Почему вдруг сахар стал белым золотом и какие еще товары пользуются повышенным спросом – в сюжете из Бавлов. Более 800 километров. Да, до обеда. Малоненосно раскупается каждая привозимая партия сахара, говорит директор магазина. К примеру, до обеда разобрали почти тонну. Спрос на него огромный. Поэтому пока пустые полки с сахаром в этом магазине – обычное дело. Особенно, если придешь покупать его ближе к вечеру. У нас обычно от поставки до поставки товара всегда хватало. Цена у нас встает на сахар до трех штук. То есть это же нормально. Три килограмма – это вот 56,99. Если берут они больше трех штук – это 4, 5, 6, то каждый по 69,99. Это сделано не для того, чтобы навариться. Это сделано для того, чтобы, получается, другим хватило, чтобы был маленько стоп у людей. В воде либо колеи гречка, рис, мука, макароны. На эти продукты спрос есть всегда, но не такой большой. А на вопрос, почему так фанатично разбирают именно сахар, продавцы лишь пожимают плечами. Ведь сахар в распределительных пунктах в избытке. Привозить только не успевают. Даже ограничение людей, получается, не останавливает. Они берут и 5, и 6 килограмм. А вот Бавлинка Зульфия Готиатулина закупаться в большом количестве не торопится. Все продукты покупает по мере необходимости. Вы знаете, что у меня дома заканчивается? Я и то и беру. Такого же мнения придерживается ее супруг. По его словам, закупаться по многу нет смысла. Беспокоит мужчину другое. Цены растут, как на дрожжах. Зарпаду не поднимает, пенсии не поднимает. В других магазинах сахар есть. Также в избытке и другие продукты. Правда, если полки с макаронами и крупами полные, сахар вновь на грани исчезновения. А ведь цены на него совсем не сахарные. С некоторых пор на этот продукт, несмотря на то, что дефицита на него нет, произошел резкий скачок в цене. По результатам мониторинга наблюдается рост цен на сахар. По остальным товарам такого значительного роста цен не имеется. По данным торговых предприятий, перебоев с товарами поставок не имеется. По словам специалистов, цены на сахар всегда зависели от сезонности. Ближе к урожаю он дорожал. После, как правило, становился дешевле. И ценовые колебания были небольшие. В этом же году стоимость поднялась из-за возросшего потребительского спроса. Как только он станет поспокойнее, ценовые скачки прекратятся. Айгулька Тарфикова, Артем Артемьев, Новости Юго-Востока. С 1 марта усилен контроль за деятельностью автошкол. Теперь они обязаны предоставлять списки курсантов на проверку в экзаменационное отделение ГИБДД. Сделать это необходимо в течение 10 дней до начала практических уроков вождения. Сотрудники автоинспекции будут выяснять, нет ли среди кандидатов тех, кто лишен водительских прав, или людей с медицинскими противопоказаниями. Приказ номер 764 от 19 октября 2021 года подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Да, у нас новый приказ по работе с автошколами, усилен контроль за их деятельностью. Сейчас мы более пристально смотрим за каждым из них, и автошколы ощутили на себе это. В зоне особого внимания и аварии, совершенные курсантами с маленьким стажем вождения. С начала года таких ДТП выпускниками альмитевских автошкол уже три. В них обошлось без причинения серьезного вреда здоровью. Но в случае наличия пострадавших с тяжелыми травмами инициируется проверка автошколы прокуратуры и выясняется полностью весь процесс обучения вплоть до получения водительских прав. Но нередко аварии совершат и опытные водители, которые переоценили свои возможности в непростых погодных условиях. Когда человек едет и видит, что снег, метель, снегопад, видимость нулевая практически, ну зачем лететь? Куда бы вы ни торопились, вы успеете. Хотелось бы немножко, чтобы водительская культура, этика, уважение к рядом едущему, участнику дорожного движения. Если каждый будет немножко смотреть за собой, то я думаю, порядок на дорогах будет намного больше. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте almitis.ru.ru Вы можете поделиться с нами интересными новостями, сообщить о своих проблемах, а также прислать видео с мест событий и происшествий. Сделать это можно как по номеру WhatsApp, так и через любые соцсети. Мы продолжаем выпуск, и вот о чем расскажем в второй части. Изменили мечты, но не изменили футболу. Они не играют за Чилси и Манчестер Юнайтед, а проводят свои суперлиги. Где альмитиски Роналды и бугульминские Бекхэмы играют в футбол? В Заинске прошел чемпионат по снежным играм. Во что еще играли участники и кто стал победителем? У них нет именитых тренеров. Они не играют за Чилси и Манчестер Юнайтед. Но это не мешает им жить футболом и побеждать в своей суперлиге. В Альмитиске завершился чемпионат любительской футбольной лиги. На финале была и съемочная группа ЮВТ-24. О больницких Роналду и бугульминских Бекхэмах расскажем в следующем сюжете. В разгаре футбольный батл между СМР Сарманова и ТАЦ Спецтранспорт. Первый турнир этой любительской футбольной лиги прошел в 2019 году. Тогда 15 сборных боролись за звание лучшей. Этот год собрал 21 команду футболистов. Многие из них в детстве мечтали стать профессиональными игроками. Повзрослеев мечты изменили, но не изменили футболу. Кто-то после работы бежит домой к матчам у телевизора, а они бегут в зал за реальной игрой. Среди них и бугульминец Артур. Окончив спортивную школу, в профессиональные игроки не пошел. Но любовь к футболу не прошла. Самый популярный вид спорта и во дворе. Кроме мяча ничего не нужно. Кроссовки у каждого есть. Кто босиком играет. Ну то есть так. Мяч и больше ничего не надо. Ворот в принципе тоже не нужны. Ранцы поставили. Все, поиграли. То есть как-то так. Любовь к спорту, к футболу. Среди соперников на поле у бугульминцев и команда Михаила. Он так же, как и Артур, с ранних лет неразлучен с мячом. Этот турнир, по его словам, заряжает его эмоционально. От трибун, побед и команды. И даже сегодняшнее поражение этого не отменяет. В команде дух, наверное, такой спортивный. Именно если он процветает, дружеский, спортивный. И все будет на высшем уровне. Поэтому, я думаю, если команда хочет побеждать, команда уверена в тебе. И все игроки в ней, то, соответственно, все будет, конечно, хорошо. Сам чемпионат начался в декабре. Это уже финал. Игроки боролись в трех дивизионах. Первая, высшая и суперлига. В каждой из них играют команды выше уровнем. Суперлига отличается тем, что там играют профессиональные игроки, которые поигравшие уже команды. Высшие уже нету этих игроков. А первая лига у нас обычно это новички команды, которые участвуют либо впервые, либо пытаются набраться опыта своего, чтобы в дальнейшем участвовать в высшей лиге и суперлиге дорасти. Как и в любом виде спорта, в футболе не без травм. Но в этот раз несерьезных. Спортсмен в игре и выполняет штрафной. Еще несколько атак на ворота, и игра завершена. Победителями в первой лиге стали альнютиевские команды Медина, Лайт и Квинт, разделив первое, второе и третье места. Лучшими футболистами в высшей лиге назван Бугульминский Алмаз. Серебро у ТАЦ спецтранспорт, бронза у Транснефть. Абсолютным чемпионом суперлиги стала Ремера Алнас. Второе место заняла Ремера Алнас 2. Третье стало Олимпия. Во-первых, организаторам огромное спасибо. Это очень сильно помогает этот турнир, расслабиться, уйти немножко от своих жизненных дел, которые каждодневные, рабочие. Мы собираемся здесь со своими друзьями, играем в команде. Также после игр собираемся со своими друзьями, обсуждаем наверху на балконе, на трибунах. Наградили и лучших бомбардиров, ассистентов, игроков, вратарей, защитников и нападающих. По словам организаторов, любительская лига – это настоящее соперничество. И неважно, с кем ты играешь – хоть с чемпионами района, хоть с дворовой командой. Главное – настрой. И от этого будет зависеть успех всей команды. Всегда задача остается только пополнение команд, чтобы было побольше, играло. Привлекать, конечно, команды из других городов желательно. Как бы выйти на другой уровень. Зимний турнир 5 на 5 завершен. Пора готовиться к летнему в формате 8 на 8, который по плану начнется в июне. Присоединиться к игре могут футболисты от 14 до 70 лет. Все правила в официальной группе любительской футбольной лиги. Соревнования по бильярду в память ветерана Великой Отечественной войны иконогата Газизулина прошли в Ознакаево в 12-й раз подряд. На церемонии открытия турнира глава района Марсель Шайдулин поблагодарил всех за участие. Пожелал всем игрокам красивой и честной игры, отметив важность ежегодного проведения этих состязаний для увековечивания памяти земляка. В этом году в соревновании приняли участие около 40 человек с юго-востока Татарстана. Раньше это был турнир, у нас собирали Сознакаево любители, пожилые любители бильярды. Уже второй год мы собираем со всего юго-востока, приезжаются Альметьевская, Ютазов, Урусов, Туймазы, Алиногорск приезжают мастера пожилые бильярды и разыгрывают сильнейшего. По итогам соревнований первое место занял Равель Бактиозин, второе – Райхан Габдрахимов, бронзу получил Альберт Якупов, четвертым стал Рафик Ракипов. Турнир не случайно носит имя Конагата Газизулина, а Знакаевцы помнят и уважают своего земляка. Он был ветераном Великой Отечественной войны, кавалером двух орденов Красной Звезды, Ордена Славы. Получил около 10 боевых медалей. После войны в течение 33 лет работал председателем двух колхозов, внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства и экономики района. За это был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В Альметьевске прошла серия 1-8 финала Кубка Харламова между командами «Спутник» и «Чайка». Счет открыли нижегородцы на шестой минуте. Вскоре шайба попала в ворота «Спутника» во второй раз. Во втором периоде на 19-й минуте наши спортсмены уменьшили отставание, а потом на 22-й минуте и вовсе сравняли счет. Соперники забили гол в ворота «Нефтяника» на 26-й, 27-й и 28-й минутах. До конца второго периода альметьевцы смогли уменьшить отставание и попасть два раза в ворота соперников. При счете 4-5 команды отправились на второй перерыв. В третьем периоде спортсмены «Чайки» два раза забили шайбу. Итоговый счет составил 4-7 в пользу гостей. Счет в серии 1-2 в пользу соперника. «Да, конечно, заберем все ошибки, проанализируем игру и убой». В Бавлах состоялся традиционный турнир по волейболу на Кубок Бавлинского Мухтасибата среди мухтасибатов Юго-Восточного Казаята, приуроченный к тысячестолетию принятия ислама в Волжской Булгарии. В нем приняли участие команды из Бавлов, Бугульмы, Линногорска, Знакаева, Альметьевска и Урусу. До начала соревнований в спортзале прозвучал священный кран. После коллективной молитвы игроков поприветствовали Казы Юго-Восточной части Татарстана Марат Хазрат Марданшин, заместитель главы Бавлинского района Ренат Хамедуллин и другие гости мероприятия. Все выступающие отметили, что главная цель волейбольного турнира – это не выявление сильнейшей волейбольной команды, а объединение людей разных национальностей, представителей разных волтосебатов. Вот такой теплый прием и такие теплые взаимоотношения были везде, как они существуют, как раз в нашем Бавлинском районе. Когда каждый раз приезжают сюда, мы приезжаем с благодарностью. Волейбольный турнир проводится в восьмой раз, а нынешний турнир – особенный. Основная цель сегодняшней игры – это единство. Единство начинается с семьи. Если в семье царит единство, то в стране царит мир. Мы вносим свой клад в единство нашей страны, живя в мире и согласие в этом маленьком уголке Татарстана. В этом году в турнире приняли участие две команды Бавлинской мечети Умек. В первой команде играли мужчины постарше, а в другой играла молодежь. Я рад, что мы собрались со всем мусульманам, чтобы смогли приехать, несмотря на все сложности, какие происходят. После жеребьевки первыми на игровой площадке встретились команды из Бугульмы и Ознакаева. В результате команда Бугульмы одержала победу со счетом 25-5. Волейбольный турнир продолжался до вечера. В финальных играх за первые и вторые места боролись команда Альметьевская и молодежная команда Бавлов. Игра завершилась со счетом 2-1 в пользу Альметьевской команды. На второе место вышли бавлинцы, третье место взяли бугульминцы. Лейсен Саид Гареев, Артем Артемьев. Новости Юго-Востока. Насладиться морозными деньками и вдоволь поиграть в снежки решили в Заинске. Там провели чемпионат по снежным играм. Как это было и кто победил, смотрите в сюжете наших коллег. Поиграть в снежки на профессиональном уровне такая возможность появилась у заинской молодежи на чемпионате по снежным играм. Собрались команды в парке молодежной. Показать мастерство участникам чемпионата предстояло также в других конкурсах и играх. И все они были непременно связаны со снегом. Поддержать свои команды пришли и болельщики. По результатам игры в снежки первое место заняла команда татарской гимназии, второе место у школы номер один, третье место заняла команда школы номер два. Порадовали болельщиков и соревнования по лазер-тагу. Самыми меткими стали игроки команды школы номер два, второе место у учеников татарской гимназии и третье место у команды школы номер один. Елена Маврина, Денис Сипатов. Новости Юго-Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова